Сегодня у нас на сборке свеженький заводик, чистенький форвард импульс. Это шоссейник. Приходит он в таком вот виде. Как мы видим, ручки у нас не закреплены. Ручки у нас лежат отдельно. Пакетики. Очень такие хорошие, мощные спицы. Классные ниппеля. В общем, буду собирать и по пути что-нибудь рассказывать. Так, начинаю его разбирать. Здесь даже под тормозами картоночка стоит, чтобы, видимо, это все не повредилось в процессе эксплуатации. Стандартные заглушки. Руль, как оказывается, отдельно лежал. Он был без крепления этих пистолетов. Рама очень легкая. Я попозже взвешу. Но прям весит совсем-совсем мало. Все. Приступаю к сборке и протяжке колес. Сейчас все расскажу. Так, передняя втулка была близка к идеалу. Если бы в магазине так собрали, я сказал бы, хорошо. Протянул буквально там на треть оборота. Все. Теперь смазки там внутри достаточно. Пыльнички идут. Стремные какие-то. Из дешевой резины. Неплотно пролегают. Сейчас я их в любом случае смажу. В общем, на втулочках сэкономили. Могли бы поставить на промах. Это было бы дороже ненамного. Да. Спицы вот такие вот. Не знаю, что за производитель. Похоже, не знаю, вообще непонятно. Какой-то квадратик выштампан. Но спицы очень прочные. Колесо протянуто очень хорошо. То есть месяц-два можно покататься спокойно. Обод идет у нас тоже неизвестный. Непонятно, что написано. И покрышки у нас ЦСТ Рекурс. Во. Ширина. Ширина ЦСТ Рекурс. Ха-ха-ха-ха. Так, давление максимальное 8,3 бара. Это радует. 120 Пси. А вот ширина покрышки, к сожалению... А вот вижу. На 25. Но при этом смотрится она достаточно, как будто на 28. Покрышки неплохие, спицы неплохие. Обода тоже нормальные. Втулочки могли бы на промах поставить. Но, в принципе, протянуто завод очень хорошо. Сейчас пыльник намазываю смазкой. Своей любимой синий. И приступаю к заднему колесу. Задняя втулочка завода тоже крутится как раз так, как надо. С такой легкой-легкой притирочкой. Ничего не пережато. Все хорошо. Смотрите, какой очень толстый пыльник. Сейчас я его, соответственно, в любом случае буду разбирать и смазывать. Ну и все равно проверю, насколько хорошо законтрены конуса. С этой стороны пыльник ни о чем. Даже какая-то волосня резиновая торчит. И пыль. То есть на втулочках сэкономили. Грубо говоря, такая втулка стоит 500 рублей, а на промах новая 600. Ну, в принципе, клиент покатается. Я думаю, что через пару лет, через тройку лет, смотря как кататься, он эти втулки просто на промах поменяет и все. То есть небольшая проблема то, что здесь втулки стоят на шариках. На шариках считается у Шимана, что накат даже лучше. Велосипедик обретает форму. Рулевая была протянута очень хорошо. Но единственное, вынос стоял чуть-чуть неровно. Я его поправил. Руль и пистолеты поставил таким вот образом. Типа по горизонту. Но придет клиент, сядет на велосипед, и мы уже под него настроим. Рубашки и тросики. Я, наверное, все-таки их перекину. Потому что, видите, мне не нравится, что вот так вот парами чиркают. Я лучше с этой стороны крест-накрест заведу. А тормозные, как раз, вот видите, вот он как-то вот тоже. В любом случае, сейчас мне придется вот это перекидывать. Соответственно, тормозной я проведу тоже правильно. Тормоза пока не настроил, ничего не могу сказать. Но вроде как хорошие клещи. Прикольные. Настроятся. Колодочки здесь у нас узенькие, шоссейные. Такие вот. С плывником акулы, скажем так. То есть, они как раз по ширине обода. Очень узкий обод. На этот обод обычная резинка не встанет. Левый шатун был закручен хорошо. Правый шатун я аж на два оборота провернул. Еще вплотную подтянул. Бонки закручены хорошо. Штуры ноунейм. Звезды ноунейм. Передний переклюк, видите, стоит. Там в идеале. Так как должно быть. Все. Сейчас перекидываю рубашки и тросики. Заново настраиваю переключение. В принципе, все готово. В принципе, все готово. Вес велосипеда 10,8. Накачал я по 7 атмосфер. Потому что сейчас на улице холодно. Около нуля. Время 10 ночи. Так. Шатун и... Значит, правый подтянул. Бонки были затянуты нормально. Передний переклюк настроен идеально. Задний пришлось перенастраивать. У него стартовое положение было неправильно настроено. Тормоза настраивал оба. И на обоих тормозах выставлял правильно колодки. Рубашки и тросики пришлось вот так вот оставить. Потому что у нас здесь буночки идут с натяжителем. Поэтому, к сожалению, оставил вот так вот. Вот это вот тормозное, оно притянется под обмотку. Уйдет туда вот внутрь. Спрячется. Этого не будет видно. А вот эти вот два так и останутся. В принципе, все готово. То есть, недостатков, можно сказать, кроме трещотки нет. То есть, втулки на шариках, но они 2-3 года походят. Переспецевать на прома. Ну, если под трещотку, то 600 рублей втулка. Передний то 600 рублей. То есть, плюс переспецовка. Там 400-500. То есть, грубо говоря, 2-2,5 тысячи переделать этот велосипед на прома. Если мы говорим про переход на кассету, то есть, человек будет тяжелый. Тогда, да, втулка на промах там 1,5-2-3,5 тысячи, зависит от бюджета. Облегчать. Облегчать, даже не знаю, что туда облегчать. Потому что подсидел алюм, руль алюм, вынос алюм. Обода легкие. Кстати, биение ободов порядка 1-2 миллиметров. То есть, через месяц, через 2 недели надо клиенту приехать, протянуть спицы и подровнять обода. В принципе, вот это единственное. То есть, магазинная сборка, наверное, была бы нормальной. Они бы, наверное, переключатель тормоза бы настроили. Ну, вот шатун только я протягивал и втулочки чуть-чуть не контрил. Но, в принципе, они для магазина сборки были нормально протянуты. То есть, переход заднего колеса на прома и на кассету. Вот это единственное, наверное, что здесь недостаток. А так прикольно. Ручки покажу. То есть, у них интересно. Рычажок на сброс находится вот здесь. А на поднятие, соответственно, вот так вот ручка, а на сброс вверх. И вот это вот тоже самое. На поднятие так. И вот этот маленький рычажок у Турнея сделан таким образом. Все работает. Мне понравился велик. Прикольный. КОНЕЦ